Музыка Передаю вам привет с моей кухни! Я сегодня приготовила красивый, аппетитный и вкусный картофельный пирог с грибами. Посмотрите, как он красиво выглядит. И он мне нравится за свою нежность и насыщенный грибной вкус. А как я готовила, сейчас расскажу. Музыка Для картофельного пирога с грибной начинкой потребуется картофель 1,2 кг, 2 ст.л. муки, 1 куриное яйцо, 100 г сыра. А для грибной начинки грибы. Раньше я всегда делала такой пирог с шампиньонами. А сегодня у меня есть вешенка, которую я вчера собрала у себя в погребе. 300 г, можно чуть больше. 400-450 г. 3-4 головки репчатого лука в зависимости от размера. 2 куриных яйца. И по рецепту идет 150 г сметаны. Но у меня сегодня сливки. Мы раз в неделю берем 3-х литровую банку молока от домашней коровы. Вот это молоко у меня постоит день-два. Такой вершок хороший образуется. Вот я его снимаю. И как раз мне сливки сегодня и пригодятся. А для начала отвариваю картофель. Вода у меня уже кипит. Добавляю 1 лавровый лист. И занимаюсь грибной начинкой. Готовим грибную начинку. Порезала лук и отправляю его на сковородку поджариваться. Порезала грибы и отправляю на сковороду к луку. Аккуратненько высыпаю все грибы. Вот так вот. И жарю вместе с луком уже. В процессе жарки посолила и поперчила. И обжариваю дальше. Картофель у меня сварился. Слила воду. Сделала пюре. И теперь сюда добавляю 1 яйцо. Тертый сыр. Сыр натерла на крупной терке. И муку. Вот муку не сразу, а постепенно добавляю. Вот сейчас вот половину добавлю. И хорошо все перемешаю. Если надо будет, еще муки добавлю. Оставшуюся муку добавила. Еще раз хорошо все перемешала. И выкладываю в форму. Форму смазала маслом. Вот она у меня размером 16 на 26. Выкладываю таким образом, что по бокам формы делаю бортики. Вот так получается. Теперь сливки соединяю с яйцами и взбиваю. Добавляю в обжаренные грибы. И выливаю теперь эту грибную начинку на картофельную основу. Вот так красиво получилось. Я аккуратненько разровняла. И знаете что? Когда обжаривала вешенку, вот эти маленькие грибочки, я обжарила отдельно. Единственное, что сейчас попробовала, забыла посолить. Но ничего страшного. Я просто хочу ими украсить сейчас вот этот картофельный край. Не знаю, что из этого получится. Ну, попробуем. Сюда. Вот они маленькие шляпки. Такие классные. Где тут еще маленькая шляпочка? Вот маленькая шляпочка. Сюда. 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 Посмотрим, как они у нас не сгорят. Так, что тут у нас еще остается? Сюда можно сделать. Здесь еще маленький грибочек. А вот сюда аккуратненько. Сюда. Большая шляпка. Ну ладно, пусть будет. И вот эта сторона у нас остается неукрашенная. Где тут еще маленькие вот такие грибочки. Вот. И теперь такую красоту ставим в духовку. Она у меня уже разогрелась до 180 градусов. В духовку ставлю на 40-45 минут. А я достала пирог из духовки через 40 минут. Посмотрите, какой он красивый. Какая румяная корочка на нем аппетитная. Это что-то с чем-то. Так и хочется быстрее съесть. И этот пирог идеально подойдет и на обед, и на ужин, и на праздничный стол. А сегодня Татьянин день. И в нашей семье праздник. Наша любимая дочь зовут Татьяна. Так что мы сегодня празднуем. Всем, кто был со мной на кухне, желаю вам всего самого доброго. До встречи.